Всем доброго времени суток. Говорим сегодня с вами о танках Бизонте С-45 и ИС-3 СМЗ. Это две машины, которые имеют механизмы дозарядки и у ИС-3 СМЗ, как вы знаете, он обратно пропорционален танку Бизонте С-45. Какие самые главные отличия данных машин, плюсы и минусы, что лучше, например, для меня на сегодняшний рандом и так далее, во всем об этом мы и поговорим. Значит, две машины эти есть у меня на аккаунте и обе эти машины мне нравятся, люди не дадут соврать, если заходит речь о фарме серебра, оба этих танках всегда будут присутствовать на фарм-стриме. Значит, ИС-3 СМЗ, в чем его самое главное достоинство в плане механизма на фоне Бизонте С-45? Обратно пропорционален это именно то, что здесь механизм наоборот, но вот как раз вот такое наоборот и должно быть в рандоме 2022 года. Потому что вся вот эта вот система дозарядки итальянских машин, это дичь сумасшедшая, потому что у них самый первый снаряд, который заходит в магазин, он дольше всего перезаряжается. И как многие могут сказать, типа, мол, в плане оправдания данных машин, что нужно играть одним снарядом, тот, который последний, и это будет в таком случае максимальный ДПМ. Хорошо, давайте просто логически подумаем. У машины 360 альфы, у Бизонте, у ИС-3 СМЗ 390, и у Бизонте 10,8 перезарядка одного снаряда на 360 урона. Это много ли для такой альфы на сегодняшний роддом? Да, это много, да, это будет максимальный ДПМ, который можно будет развить. Но какой смысл играть от одного снаряда с таким КД? Нет никакого смысла, из-за чего игра на итальянских машинах очень скучная и не всегда, как бы, настреливается на них так, как бы вам хотелось. Что нельзя сказать про ИС-3 СМЗ? Хоть у него и по цифрам будет все плюс-минус так же, как и у того же Бизонте, там с поправкой полсекунды, типа, мол, альфа побольше, да, но играть на этом механизме проще в 100 раз, объясняю почему. Начинается бой, вот просто все, в бой, поехали. Вы пока едете, у вас заряжается 3 снаряда. Когда вы заряжаете 3 снаряда на ИС-3 СМЗ, вы можете смело их разряжать и не думать о том, играть вам одним снарядом или двумя. Почему? Потому что первый снаряд, который заходит в магазин, он будет перезаряжаться быстрее всего. То есть, вы выезжаете, грубо говоря, на ТТ-8, всаживаете ему 3 по 400, и четвертый в обычном режиме цикличной стрельбы перезаряжается, и вот вам уже минус 1600 хп за буквально получается 16 секунд. Что на Бизонте будет совершенно не так. Вы будете сначала раздавать 3 снаряда, и самый первый, которым вы должны будете теоретически добрать, но не факт, что доберете, так как альфа-360, уже закадешится не за 11 секунд, а практически за 16 секунд. То есть, вам нужно будет потратить 16 секунд вашего боя, чтобы пукнуть на 360 урона. Вот, это логично, это нелогично, это рационально, это удобно для сегодняшнего рандома, нет, это неудобно. Поэтому механизм дозарядки отдается, конечно же, твердейшее превосходство танку ИС-3 СМЗ, потому что итальянские дозарядки, они не прижились в нашей игре. Вы сами прекрасно понимаете, машины просто с конченным ДПМом, это машины, которые выдают там по 1200-1300 урона, в лучшем случае, нахрен за минуту. Я сейчас уже не говорю за какой-то там Рину Чиронте, у которого нахрен один снаряд, когда я шиться, как барабан у Кронвагна. Это, ну, это тупо, это глупо, но вот такая вот ситуация. Бизонте, наверное, самый нормальный из всех итальянских ТТ, вот. Но в любом случае, в плане дозарядки он будет уступать только просто потому, что механизм у него хуже для того, что сейчас требует рандом. Требует рандом сейчас максимально быстрой выдачи урона. У СМЗ вы выдаете сразу 3 и переходите в режим цикличной стрельбы, и можете отстреливаться, добирать противников с обычной перезарядкой в 11 секунд. Вот, если будете играть с допайком, там будет 10,7, ну, в общем, вы поняли. Вот как-то вот так. Теперь, что касается, например, ходовых качеств, бронирования и так далее. Значит, что касается ходовых качеств, нужно понимать, что сейчас нужно обратить внимание на оборудование. То есть, после того, как вышло оборудование 2.0, и после того, как появилась полевая модернизация, мы можем делать на тяжелых танках слоты на мобильность. Так вот, вы не представляете, насколько сильно помогает турбина в слоту плюс 7 сохранения на бронескорости, и король бездорожья на С-3 СМЗ, он превращается в ракету. Если это просто прямой участок, если это небольшой там склончик, он несется чуть ли не под полтинник с небольшого склончика или просто 44 из горы, раньше такого не было. У него было 10,5 лошадей на тонну, ехало не очень, как-то вот ему вот этого вот подсрачника постоянно не хватало. После того, как появилась возможность постановки турбину в слот, эта машина преобразилась. Он действительно стал намного быстрее и очень хорошо он теперь подвижен, как для тяжа. Все почему? А потому что у него хорошая проходимость как по твердым, так и по средним грунтам. Да, такая же печальная, как и у многих машин по мягким грунтам, это неудивительно, но по твердым и средним там практически одинаковая проходимость, и он ведет себя и по земле более-менее адекватно, а по асфальту еще даже лучше. То есть он действительно может ездить свои после турбины и там 45 км в час, ну вот при небольшой там помощи уже ландшафта. То же самое Бизонте может делать уже без турбины, но так получается, что у ИС-3 СМЗ 1550 хп в дефолте, и после полевой модернизации у него становится 1600 хп без закалки. А у Бизонте 1540 будет с закалкой, ну и плюс там 50 хп, то есть грубо говоря до 1600 вы тоже округляете, там 1590 или около того. То есть у вас получается якобы одинаковый запас прочности, но на одном танке есть закалка, на другом танке нет закалки. Конечно на ИС-3 СМЗ вы можете поставить закалку, но в таком случае получается ситуация следующая. Из-за того, что вы улучшаете максимальную скорость на ИС-3 СМЗ, у вас стабилизация как бы автоматически становится хуже. То стабилизатор вы ставите сюда конечно по дефолту, желательно там трофейный если есть, а вот от приводов я бы наверное не отказывался. Но в любом случае, если вы хотите поставить закалку, это выбор ваш, но просто будете сводиться ну там на полсекунды, 0,7 секунды дольше, грубо говоря между каждым выстрелом. Так как у вас перезарядка между выстрелами 3 секунды, то как раз за это время вы с приводами, стабом и со всеми приколами на стабилизацию как бы успеваете сводиться грубо говоря до адекватного. Без приводов будет конечно дело похуже, но в таком случае вы будете иметь на 160 хп больше. Вот, так что решайте сами. Но вот уже 1000 боев откатано на ИС-3 СМЗ, я ни разу на нем не откатал на закалке. Вот все на сведение стабилизацию и турбина, вот это просто зашибись набор для данного танка. А у Бизонте это будет у нас закалка, стабилизатор и ОМП, друзья, скорее всего для вращения шасси, для вращения башни и для того, чтобы у вас была изначально стабилизация просто хотя бы лучше чуть-чуть от вашего движения. Как-то так. Поэтому по оборудке турбина это на ИС-3 СМЗ по любое и стабилизатор понятно, а уж между приводами и закалкой решайте. А у Бизонте закалка это 100%, потому что не очень запас прочности и стабилизатор с ОМП можно ставить без проблем. Может вы даже захотите поставить ту же самую турбину, но поверьте, без турбины он вам и так покажется нормальный по подвижности, ничего критичного там вы не увидите. А вот реально разница между ИС-3 СМЗ без турбины и с турбиной она колоссальная. Теперь что касается брони. В принципе тут нужно наверное давать предпочтение Бизонте в целом, потому что у него минус 10 УВН. Поверьте, я сам говорю, что на сегодняшний рандом танки без УВН это полная беда, особенно если у них нет башни. Но так как у ИС-3 СМЗ как бы есть башня, но у него УВН в минус 5 градусов. Это печаль беда, от ландшафта нам не поиграть. Но из-за того, что у нас правильный механизм дозарядки, не всегда это для нас является проблемой. Почему? Потому что если где-то вам нужно пережить подольше или прожить подольше, стоя например от рельефа на Бизонте, потому что у вас все-таки механизм чуть-чуть неадекватный, то вы не будете делать каких-то супер поспешных решений, каких-то врывов. На ИС-3 СМЗ из-за того, что у него нормальный механизм дозарядки, я могу спокойно вываливаться нахрен на ТТ 8 уровня, выдавать ему 3 из 3, потому что это в упоре, там уже в землю ничего падать не будет. И буквально через 10,5-11 секунд, в зависимости от того, как вы играете, вы берете и добираете эту машину 8 уровня. На Бизонте это все будет, как мы выяснили, минимум на 6 секунд дольше, а поверьте, за это время может произойти все, что угодно. То есть вы принимаете, грубо говоря, 2 за момент вашей разрядки, и вы даете 4 взамен. Вот, поэтому как бы реализация УВНа, она всегда, да, УВН должен быть на машине, но на ИС-3 СМЗ, ну как бы это не столь критично, потому что если, например, мы возьмем вот такую уже пушку, но на цикличной стрельбе, возьмите того же ИС-5, на нем неинтересно играть, потому что вы сводитесь в вечность и стабилизация говно. Но, да, у вас то же самое на ИС-3 СМЗ, у вас на Бизонте и на ИС-3 СМЗ абсолютно одинаковая стабилизация. Но, из-за того, что у вас 3 выстрела сразу, то вы просто выезжаете, и вам нужно 1 раз свестись, и вы выдаете сразу 3. Потому что между вот этими 3 секундами, между выстрелами, вы и так успеваете сводиться. То есть, получается, вы даете, ну, выехали, свелись по максимуму, и 3 из 3. Плюс у нас снаряд летит 1400 метров в секунду, и, поверьте, из-за того, что у вас даже разброс 0.44 со всеми приколами там 0.4, то даже при таком разбросе, из-за этой скорости снаряда, вы только посмотрели на цель, снаряд уже там. Если ему, конечно, не судьба упадет в землю, как многим машинам, да, то снаряды залетают с максимально быстрой скоростью. Например, у того же Бизонте 1150 метров в секунду, но там бронебойные снаряды. Там пробивает 218, тут 220 под калибр. Ну, ББшки, конечно, из-за нормализации будут поприятней, вот, но эти под калибры, сами понимаете, это просто лазерганы. Поэтому, если вам не судьба стрелять в землю, реализация будет даже с разбросом 0.4 на С3СМЗ довольно-таки неплохая, если в этом бою вам судьба вообще что-то настрелять. Если не судьба, сами знаете, вне зависимости от разброса, вам в рандоме ловить нефиг. Снаряд, если будет падать в землю, он всегда будет падать в землю. Так вот, из-за того, что у Бизонте УВН в минус 10, он может просто стоять от башни и жить, конечно, намного подольше. У С3СМЗ как бы суммарно сам лоб башни вроде бронирован и получше, но им пользоваться практически нереально. Это только на ровных участках, если вы будете стоять, например, за какой-то насыпью. Вот давайте теперь осмотрим уже броню полностью. Ну, это типичный щучий нос, да, к которому вы уже давным-давно привыкли. В нашлёпках 230 мм, но это против подкалиберных снарядов, против бронебойных снарядов это будет где-то около 220. Здесь 200 мм, против БВшки будет где-то около 190. В нижнем бронелисте 215, против БВшки будет около 200 мм. То есть, в принципе, любое пробитие там около 210 должно, по идее, везде нас пробивать в лобешник, за исключением нашлёпок надвусинничных вот этих вот. Если мы играем вот в угла здания, что нельзя делать на всех танках из-за вот этого щучьего носа. Или если вы выезжаете из-за угла здания, то вы подставите хоть щеку под прямым углом, хоть через каток вам и сечёт долбануть. Вот борта тут, конечно, под прямым углом 90 мм, и через каток бить, ну, не всегда так и легко. Но сам факт, что вам будут всегда попадать в эту щеку, так как она заходит аж на борта. То же самое касается, например, вот этого танкования обратным ромбом, да. Вы в любом случае подставите треугольниче, в котором не будет экрана, и туда будут попадать и пробивать. Плюс у данного танка крышка всего лишь 20 мм, и танки, которые повыше, всегда, по идее, будут видеть эту крышу. Вот, потому что снаряду достаточно до неё просто дотронуться, это будет 100% пробитие. Так, чисто в бортах под прямым углом для подкалибера, как видите, 209 мм. Для того же, например, кумулятива 225 мм. Вот, то есть, танковать этими бортами, сами знаете, как оно получается, какие снаряды иногда эти борта вытанковывают. Это, я думаю, и так уже всё понятно. А вот, например, про лоб башни, я говорю, да, что теоретически он бронирование лучше, чем у Бизонте. Тут вообще практически нету никаких там уязвимых зон по 230-220 мм. Тут вот какие-то есть зоны по 257, но это очень маленькие зоны. А так, в основном, брони тут, ну, хватает. Тут крышка 20 мм, которая всегда всё портит, из-за того, что вы не можете играть от рельефа, вам всегда нужно стоять прямо к противнику, то сюда вам накидывают, в принципе, без проблем. Даже если танки, которые не особо её хорошо видят, вот даже просто так, возьми куда-то выше маски, и опять-таки снаряду достаточно только дотронуться. Что, например, в Бизонте, в свою же очередь, может играть Сувену в минус 10 вот в таком примерно положении, и в таком случае у него и ВЛД, и лоб башни станет бронирование сильнее. Но в любом случае, в корпус, я бы сказал, тут, наверное, хуже бронирован сам броня, но особой разницы нет. Просто у него ИНЛД, как видите, 120 мм, это крайне слабо. Вот ВЛД, если мы не говорим за экраны, потому что в них 200, там, вот видите, 9 мм, а в участках без экранов 189, берём повыше 180 мм. То есть, суммарно, корпус, наверное, всё же похуже бронирован, а башня из-за того, что она имеет УВН, именно орудие имеет УВН, то играется на нём просто комфортнее, во-первых, от рельефа, во-вторых, что мы можем стоять на нём вот так, и тогда тоже суперозимую зону на этом танке не будет. Тут есть вот эти вот квадратики по 240 мм, под прямым углом тут будет по 225 мм, но поверьте, попробуйте в них сюда попасть. Поэтому, если мы говорим исключительно за игру от рельефа, то Бизонте, конечно, будет поприятней, как бы там ни было. Вот, бортами танчить, в принципе, тоже можно на этой машине, 75 мм, это те самые борта, которые, ну, главное не перекрутить. То есть, просто откатываясь адекватно от угла, всё будет нормально. Вот, ну, тут есть вот эти вот приколы 40 мм, что, сами прекрасно понимаете, что с вами будет, если будут стрелять пушки 122 калибра. То есть, если вы будете отъезжать чётко от угла здания, и чуваки против вас, ну, адекватные, и у них просто обычный дестер, они вам сюда будут шмалять, и вы с этим просто сделать ничего не сможете. Как-то вот так. Поэтому, Бизон корпусом чуть-чуть послабее, башня из-за того, что, как бы, у нас есть УВН, он, ну, теоретически поприятней. У ИС-3СМЗ, как вы видели, миллиметраж сам пожёстче, но вы им пользоваться вряд ли будете, так как у вас отсутствует УВН. И вот теперь, какой мы делаем вывод, да, что у нас по подвижности. Если мы сделали по оборудованию всё правильно, то мы делаем примерно одинаковую подвижность. Вы на Бизонте можете тоже поставить в слот на мобильность турбину, и тогда он станет ещё поприятней. Но тогда у вас ещё станет хуже стабилизация, вот, а как мы с вами выяснили, она у них примерно одинаковая, одинаково хреновая. Вот, но из-за того, что у вас сразу возможность есть трёх выстрелов подряд, то это не так критично, если бы у вас был бы один снаряд. Представьте, ради одного выстрела остановись, с 5-6-7 секунд сводись и захерачь в землю, и закатывайся. Пока ты это всё, вот эту всю процедуру прошёл, тебе уже накидали полный рот на хрен снарядов, и ты закатываешься. В этом случае ты понимаешь, что ради чего ты выезжаешь. Ты понимаешь, что да, ага, я выезжаю, целенаправленно принимаю одну тычку и выдаю 3, а захочу 4 взамен, но потом придётся, если что, ещё одну принять. Вот в чём прикол. Поэтому механизм, это, конечно, интересно и прикольно. Бизантемы ещё не, ну, как бы не уточнили, у него типа вот этот улучшенный механизм, из-за вот этих вот галочек, да, что если ты там на каком-то проценте стреляешь, то у тебя будет перезарядка меньше. Но поверьте, как показала практика, как ещё только вышла эта, как бы механика, и сказал, что никто её пользоваться не будет. Никто не будет за вот этими подковками следить. Тут или дозаряжай снаряд до конца, или просто отстреливай себя по полной и не морожь себе мозги. Потому что за этим следить очень трудно. Особенно, когда ты там в прицеле выцеливаешь лючки командирские, тебе за этими подковками следить. Но это особо не прижилось. Вот, может кто-то там какой-то один процент и деви, думаю, и следить за этим. Но, по сути, ничего такого. Вот. Поэтому, в целом, конечно, из-за своих вот нюансов, кто-то может выделить какой-то любимчика, там, если кто-то от УВН, то Бизон. Но, честно, из-за механизма для меня С3СМЗ будет всегда лидером. Вот, если бы такой же самый механизм был у Бизонте, это была бы, ну, имбила такая же, наверное, как С3СМЗ, только у него еще был бы при этом УВН. Это, да, это был бы, наверное, вообще один из самых лучших премов игры. Вот. Ну, а так, играть одним с КД в 10.8 нерационально, а разряжать сразу 3 и переходить в режим цикличной стрельбы мы тоже не можем, потому что КД 16 секунд. А С3СМЗ это может сделать. Вот как-то так. По фарм качествам, сами должны прекрасно понимать, что это будет плюс-минус одно и то же, снаряды около 1000 кредитов, вот, поэтому без према, сами понимаете, фарма особо какого-то лишнего не будет. Ну, если играть на них, вот, по 10 боев уже куча раз, я уже делал эти эксперименты, 10 боев на том, 10 на том, да, одинаковый практически на них урон получается. Просто там может быть отличие, что, например, С3СМЗ играет там 6 боев из 10 с десятками, а Бизонте 2 из 10, или наоборот. Вот, то есть, кого пожестче кинет, тот может хуже, конечно, и выступить, но плюс-минус одно и то же. Просто на Бизоне я говорю, вот, смотрите, вот в этом месте, например, я вот стою от УВН, мне тут легче. А вот на С3СМЗ, вот, смотрите, вот была бы у меня тут обратная дозарядка, как у С3СМЗ, я бы его добрал, а так он мне, а так он выжил и потом в конце боя меня добрал. То есть, вот в чем фишка. Ну, вот, конечно, УВН это да, это большой вопрос, вот, ну, если с этим можно мириться, то тогда, получается, минусов у этого танка нет. Вот это вот косы, что там говорят, фигня это все. У нас в нашей игре, что 0-2, что 0-4 попадает одинаково, дают, попадаешь, не дают, все, до свидания. Вот как-то так. Поэтому, слотная мобильность Дурбина на С3СМЗ, Бизонте можете не ставить, он будет ездить как С3СМЗ. Если хотите еще быстрее, можете сделать, выбор ваш. По перкам все, как всегда, одинаково, это братство, ремонт, специальность, вот, но и на С3СМЗ обязательно короля бездорожья. На Бизонте можете, в принципе, продублировать, как-то так. Поэтому, на сегодня все, всем удачи. Самое главное отличие в механизме. Ну, а в самом геймплее есть свои нюансы, это то, что связано именно с УВН. Ну, а так, суммарно, когда ты прокатаешь на них уже по несколько сотен боев, то ты поймешь, что они оба крутые, но механизм, конечно же, роляет. И его реализация так уж точно. На сегодня все, всем удачи, всех благ и пока. Субтитры сделал DimaTorzok